Итак, если у вас есть Библии, можете открыть вместе со мной, знакомое для нас местописание, но по своему содержанию, абсолютно являющейся тайной, потому что скрывает все наследие Небесного Отца для нас, и наши взаимоотношения с Отцом, и наше предназначение в Боге. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Добудитесь сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». То есть практически это одна из самых величайших заповедей. «Добудите», то есть этим глаголом, этим словом Бог начал творить мир. Это было первое слово, которое изошло из Божьих уст. «Да, будет свет». Здесь Он говорит «Добудите сынами Отца вашего Небесного, и будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть практически призываются к совершенству дети Божьи, сыны Божьи. И чтобы определить путь к совершенству, которым обладает наш Небесный Отец, мы стали рассматривать путь к Богу, как путь невесты к своему жениху в образе Путеревехи к Исааку. И остановились на рассматривании признака в достоинстве Лилии и Долин, которым обладает как возлюбленная невеста, так и сама невеста. С одной целью, чтобы испытать себя, обладаем ли мы достоинствами Лилии и Долин. А если нет, то у нас через наставление веры появится такая возможность. На предыдущем служении мы остановились на одном из достоинств Лилии и Долин, которая отличает ее от других, как единственную голубицу, чистую и отличенную у матери своей. Песни песней 6, 8, 9. «Есть 60 цариц и 80 наложниц и девиз без числа. Но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее царицы и наложницы и восхвалили ее». Итак, чтобы связать прошедшее слушание с настоящим, я вкратце повторю прошедшее, тем более, что этот материал является чрезвычайно важным по своей актуальности. Он относится к сегодняшним дням, которые называются последними днями. Мы отметили, во-первых, что каждая из категорий, включая единственную, представляет степень посвящения Богу, по которому следует судить о духовном возрасте человека, обладающего в самом себе познанием воли Божией, благой, угодной и совершенной. Во-вторых, категория единственной обладает всеми достоинствами и регалиями власти, которыми обладают вышеперечисленные категории, но при этом имеют те отличия, которые отсутствуют выше перечисленных категорий. Это достоинство голубицы и степень ее чистоты, которые и делают ее лилией долин. «Чистый» на иврите означает «непорочный», «совершенный», «невинный», «девственный», «кроткий», «миролюбивый», «благородный», «обнаженный», «открытый». Степень чистоты в достоинстве голубицы представлена в образе Святого Духа, потому что в Писании Дух Святой везде является символом голубя. Именно голубь в телесном виде прямо сошел на Иисуса, когда он был крещен Иоанном Крестителем в водах Иордана. Поэтому по своей извечной божественной природе Святой Дух обнажен и открыт, как для дружбы и сотрудничества со святым человеком при выполнении им совершенной воли Небесного Отца, так и для пренебрежения и оскорбления его этим святым человеком. Когда святой человек начинает пренебрегать Бога, оскорблять Бога и уклоняться от Бога, то сердце Бога закрыто для такого человека, и он не может пренебречь Бога напрямую и ранить его, так как Бог для такого человека представляет Святой Дух. И неверность такого человека определяется пренебрежением Святого Духа и ранит его сердце. И, конечно же, Небесный Отец встанет в защиту Святого Духа, который обнажен, который открыт, и который не может предостерегаться от подобного пренебрежения. Бытие 6.36 И сказал Господь не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут в них 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как Сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Именно это было огорчением Святого Духа, но написано это сильные и изрели славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Когда Сын Божий, как Сын Человеческий, находился на земле, то в это время Он также был открыт, как для дружбы со Своим народом, так и для пренебрежения Его своим народом. Что, с одной стороны, позволило части Его народа в лице Его учеников пойти с Ним в дружеские отношения, а другой части Его народа позволило предать Его язычникам на крестную смерть. И если бы Его сердце было закрыто, они не могли бы Его предать на смерть, но они также и не могли бы с Ним войти в дружеские отношения. Вот как Христос говорит о Себе устами Давида. Псалом 68, 10. «Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня». Он представлял Небесного Отца и открыл им сердце. Он показал, какой Его Отец, но большинство Его народа плюнули в это сердце, насмеялись, надругались. Но когда Сын Божий вознесся и воссел одесною Своего Небесного Отца, мандат Своих полномочий на земле Он передал или же делегировал Своим ученикам, чтобы они могли представлять на земле как свойства Его обнаженности, так и полномочия регалий Его власти. Иоанна 20, 21, 23. «Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, думал и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Таким образом, фраза «как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас», говорит о том, что они получили мандат на те же полномочия, которыми до них на земле обладал Сын Божий. И мандат данных полномочий – это власть прощать грехи человеку и власть оставлять грехи на человеке. Точно так же, как делал это Сын Божий, производя суд Небесного Отца. Тех, кто оставлял свои грехи и исповедал их, Он прощал. А тех, кто скрывал свои прегрешения и не исповедовал их, на тех Он оставлял грех. И когда Он прощал грехи человеку и оставлял грехи на человеке, Он действовал строго в соответствии имеющегося у Него Писания, которое Он представлял собою. В силу этого отличие единственной от прочих категорий состояло в том, что она, подобно Святому Духу, обнажала свое сердце как для дружбы со святыми, так и для пренебрежения его святыми, чтобы злословия злословящих истину могли падать на нее. Когда Христос находится в нас, мы несем полную ответственность за представительство и защиту Его интересов. И когда поносят истину, которую мы представляем, в это время злословия, которые должны были бы пасть на Него, падают на нас. Потому что теперь Он не может принять на Себя злословие. Он находится в недосягаемой до человеков славе Небес. Но Его представители находятся на земле. И если они обнажают свое сердце, и невозможно представлять Христа, не обнажив своего сердца, и когда они раскрывают Его, то большинство туда плюет. Я не имею в виду мир, я имею в виду святых. Я знаю, что я говорю. Я прошел школу и был в атеизме. Я не был никогда атеистом, но я жил среди атеистов. Они направили против меня все самое гневное и жерло. И я думал, это и есть сила гонений. Но я глубоко ошибся, когда я подрос. И я понял, что религиозная ненависть и зависть ни во что не восходит. И невозможно ее сравнить с атеистическим гонением. То, что делает религия, никогда не может сделать мир, который не знает Бога. То, что сделали со Христом, Синедрион, фарисеи и книжники, римляне не могли этого сделать. Римляне сами были в ужасе от того, что делали первосвященники. Пилат был в ужасе. Он хотел спасти Христа перед смертью. Он говорит, царя ли вашего распну? Он видел, что его предали из-за зависти. Он пришел в страх, потому что жена его рассказала ему, что она много пострадала в ночи. Она получила откровение и сказала, этот человек святой, это Сын Божий, будь осторожен. И он пытался спасти его и предложил евреям, говоря, у вас есть обычай на праздник отпускать преступника одного. Давайте я отпущу вам Иисуса. Они говорят, нет, отпусти нам вараву. Убедили народ просить убийцу, а того, кто дарил жизнь, начальника жизни, убили. А просили даровать им человека убийцу. И сегодня религиозная среда делает то же. Я не знаю, кому встречалось, встречаться с этой религиозной средой. Это самая жестокая по своей натуре среда. Посмотрите на терроризм мусульманский. Он ничто по сравнению с терроризмом протестантским, религиозным. Они не убивают в буквальном смысле, но их слова, их действия, их поступки гораздо хуже проливают кровь. Иисус сказал, что ненависть, зависть – это и есть человека убийство. И такие люди Царство Божие не наследуют. Но обычно, как правило, эти люди стоят во главе. И в основном их больше, чем этих маленьких разрозненных стад овец. Но Иисус сказал, не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам Царство. Далее мы отметили, что когда речь заходит о степени чистоты, то она может быть различной, то есть многоуровневой. Все будет зависеть от степени посвящения самого себя поиску Бога во всех сферах и свершениях своей жизни. А посему каждая из представленных категорий, которые мы только что прочитали, включая единственную – это от начала и до конца выбор человека, который определяет как степень его посвящения Богу, так и степень его посвящения представительной власти Бога. Именно по степени посвящения самого себя представительной власти Бога следует судить и о степени посвящения Богу. 2 Коринфянам 8, 1, 5. «Увидовляем вас, братья, благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокой нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, чего мы наделись, но не отдали самих себя, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божией. Итак, во-первых, среди великого испытания скорбями преизобиловать радостью могут немногие, то есть только избранные, которые посвятили себя в соответствии воле Божией, во-первых, Господу, а потом и Его представительной власти. То есть, обратите внимание, они посвятили себя представительной власти по воле Божией, то есть в границах воли Божией. Это не значит, что они стали выполнять все, что им будут говорить. Да и представительная власть, которой они посвятили, была именно такой, которая показывала пример, а не контролировала их деяния. Во-вторых, их посвященность выразилась в том, что глубокая нищета их, а в это время был очень глубокий кризис экономический в стране, но их посвященность выразилась в том, что глубокая нищета их преизбыточествовала в богатстве их радушия, которая являлась доказательством их независимости от денег. И это доказательство власти над деньгами выразилось в том, что неубедительно просили апостолов, чтобы они приняли их дар и их участие в служении святым. И причиной такого тотального посвящения Богу являлось их тотальное освящение, которое выразилось в состоянии их смиренного и сокрушенного сердца, трепещущего пред словом апостолов, раскрывающих им тайны Царства Небесного. Далее мы ответили, что рассматриваем нами аллегории 60 цариц, 80 наложниц, и девиц без числа бесспорно обладают определенными достоинствами. В противном случае они никогда не стали бы превозносить и восхвалять прекраснейшую женщину. Но в отличие от единственной, или же отличие единственное от этих категорий состоит в том, что она обладает достоинством, содержащимся в природе голубицы, которая представляет свойства Святого Духа, которая у них отсутствовала, то есть обнажелось их сердце, которое было открыто как для дружбы, так и для оскорбления. Они вели себя так, что их оскорбить было, в общем-то, невозможно, и дружить было непросто. Здесь имеется в виду не дружба с теми, которые нам нравятся, а дружба со всеми, не пренебрегая детей Божьих, и особенно тех, которые в этом нуждаются. Потому что в силу определенных причин, зависящих лично от них, они не заплатили цены за столь высокое посвящение, выраженное в смиренном и сокрушенном сердце, трепещущем пред словом Божьим, исходящим из уст апостолов. Далее мы отметили, что на каждую категорию, включая категорию единственной, существует подлог. И, исследуя природу подлога, мы стали сравнивать его с оригиналом. Легче понять оригинал, когда есть подлог, чтобы сравнить. Когда вам дают только один подлог, вы не можете определить, это оригинал или подлог. Вам говорят, что вот эта вещь, вот такого высокого мастера, но когда действительно эту вещь поставят и подлог китайского производства, вы сразу определите, вот теперь я вижу разницу. И когда вы возьмете еще в руки и увидите, что да, даже и на ощущение, и материал имеет разницу. Таким образом, чтобы дать нам возможность отличать оригинал от фальшивки, чтобы не дать возможности дьяволу обольстить свое сердце. Потому что самое трагичное и фатальное для человека – это воспринимать подлог за подлинник или за реальность. Учитывая, что такое восприятие будет инкриминироваться человеку как грех смерти, за который его имя будет изглажено из книги жизни, а он ничего об этом не будет и ведать, а узнает лишь в тот момент, когда предстанет на суд Великого дня. И, надеясь на то, что отправляется проводить вечность в раю, будет весьма удивлен и обескуражен, что окажется в преисподней. И все это по той простой причине, что в свое время он отказался испытывать самого себя в свете Писания, насколько вера его соответствует учению Христову и в каком собрании он находился – в собрании святых или в синагоге сатаны. Подлог на категорию в достоинстве 60 цариц мы обнаружили в аллегории показанное видение апостолу Иоанну на острове Патмос в лице Вавилона, представляющего категорию людей, которые смешивают человеческое с божественным. И потом рождают исполинов и радуются. Посмотрите, какое благословение, какая сила Божия. Откровение 18, 7, 8. Ибо она говорит в сердце своем «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горестей». То есть, видите, она царица. Она видит себя царицей и ее видит царицей. Зато в один день придут на нее казни, смерть, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь, Бог судящий ее. Итак, отличие истинной категории 60-ти цариц состоит в том, что она царствует над собою, что означает, что она не господствует над наследием Божьим, а подает ему пример. В то время как лжецарица, будучи Вавилоном и блудницей, царствует над другими и возводит свой контроль над другими в статус заповеди Господней. Нам следует знать, что человек с контролирующим духом, осуществляя свой контроль над святыми, нарушает межеближнего своего и упивается кровью ближнего своего и таким образом сам относит себя в категорию лжецарицы. Причина же, по которой люди, царствующие над собою, представлены в достоинстве числа 60-ти цариц, состоит в том, что число 6, 60, 600 и так далее является числом человеческим, потому что Бог создал человека в шестой день. Подлог на категорию в достоинстве 80-ти наложниц мы находим в том же видении, показанном апостолу Иоанну. Откровение 3, 9, 11. Вот я сделаю то, что из сатанинского сборища из тех, которые говорят о себе, что не иудеи, но не суть таковы алгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. «Сеграду скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Быть истинным иудеем означает состоять с Богом в завете через обрезание крайней плоти, которое по уставу совершалось над ними в восьмой день их рождения, а посему число 8, 80, 800 и так далее – это число, обуславливающее число завета человека с Богом или Бога с человеком. Поэтому истинная категория 80 наложниц – это те святые, которые вступили с Богом в завет через нерукотворное обрезание и которые сохранили этот завет. В данных словах этот завет определяется словом терпения, а сохранение завета определяется венцом правды. И как ты сохранил слово терпения, сохранил мой завет, то и я сохраню тебя от годины искушения. Потом говорит, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. То есть сохранение завета, который мы имеем, это и есть наш венец. Люди, вступившие в завет с Господом, они получают венец. И если они не сохраняют завета, они теряют венец. Они не сохраняют слово терпения. Подлог на категорию в достоинстве девиц без числа мы обнаруживаем в пророческих словах Христа, которыми он практически подводил итог почти всем своим притчам, заключая их словами «много званых, а мало избранных» или же «подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо многие поищут и не возмогут». Истинная категория в достоинстве девиц без числа – это те святые, которые приняли оправдание даром по благодати Божией в истине искупительной крови Христа Христова, потому что они на шкале приоритетов ставили написанное Слово Божие выше всех духовных проявлений, но в силу степени своего посвящения остались на великую скорбь. Подлог на категорию единственная мы находим в людях, принявших начертания зверя. Именно люди, принявшие начертания зверя, подлог делают на единственную. Это подлог, потому что они искренне воспринимают и выдают печать зверя за печать Божию, потому что внешне печать зверя на челах обольщенных ничем не отличается от печати Божией на челе единственной, а искажает лишь суть внутреннего содержания печати Божией. Я приведу несколько мест, которые определяют печать Божию на челах обольщенных. Это не чип электронный. Но я приведу эти места Писания, по которым каждый из нас может проверить самого себя, свои мотивы и свои приоритеты. Матфея 23, 27, 28. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полные костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Видите? По наружу, то есть снаружи эти законники, притом они занимали высокое религиозное положение, это религиозная элита, религиозная прослойка, которая останавливается на перекрестке и начинает молиться, потому что теперь его будут видеть с четырех сторон. А настоящий христианин или поклонник Бога, он всегда ищет укромное место, тайное место, где бы его никто не видел, чтобы ауденцию с Господом провести, а эти, чтобы видели, что вот они молятся. От них именно взяли это. Посмотрите на евреев и на мусульман, что они вытворяют в своих молитвах. Где попало, где угодно, расстилает свой коврик, зад кверху поднимает и начинает молиться на проезжей части. Я был в Турции, в Стамбуле, и на моих глазах там заорал имам оттуда с мечети, и один молодой человек прямо на проезжей части расстил коврик и стал молиться. Поднял зад кверху, и вот его все объезжают потихонечку. То есть, ну, поймите, настоящее общение с Богом, ну, не может происходить так, чтобы вы где попало, встали и стали молиться. Я помню, когда меня поместили в сумасшедший дом, потому что я утверждал, что я имею, то есть, возможность бывать за границей в любое время. Меня спросили, был ли я за границей, я сказал, бывал и бываю по возможности каждый день. Имею в виду, что я ухожу за грани этого мира, с Господом общаюсь. А когда они меня спросили, ты владеешь иностранными языками? Я говорю, иным владею. Вот. А ты слышишь голоса какие-нибудь, вот, когда ты разговариваешь наедине один? Я говорю, конечно. Я говорю, я же с Богом разговариваю, если бы он мне не отвечал, я бы не разговаривал. А какие это, мужские или женские? Я говорю, по-всякому бывает. Ну, и меня поместили в сумасшедший дом. И вот я прятался там, и хожу, молюсь там, спрячусь. Я говорю, ты хожу, молюсь. И вот смотри, за мной крадутся санитары, два капитана, военные, психолога. Я останавливаюсь, не молюсь. Они говорят, продолжайте, продолжайте. Я говорю, нет, говорю, я, Бог любит ауденцию, чтобы, ну, не было никого здесь. Я хочу, чтобы вы отсюда удалили. Хорошо, хорошо, мы удаляемся. То есть, ну, они подыгрывали мне, думая, что я дурачок. А я смотрел на них, как на дурачков. Таким образом, просто я хочу показать, что такое печать Божия и печать сатаны, печать зверя. Что внешне она ничем не отличается. Это не электронный чип. Это поведение внешнее, когда оно как бы правильно. Вот смотрите, пишет, как об этом Павел, 2 Тимофея 3,5. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Но не все могут видеть, что у этих людей нету силы, что они ее отреклись, потому что внешне вид благочестия. Вот это и есть, когда внешне ничем не отличается, а внутри совершенно другое. чтобы никто не мог похитить нашего венца, мы призваны удаляться от людей, имеющих вид благочестия, силы живой отрекшиеся, потому что худые сообщества развращают добрые нравы и трансформируют нас в свой образ. И чтобы испытать себя на предмет наличия всякой фальши, мы продолжим исследовать образ зверя, представителями и носителями которого являются люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Это записано в 13 главе 1, 18 «Откровение Иоанна на острове Патмос». «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему, дракон, силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена». Это та голова или тот князь, который царствовал во время того, когда Христа убивали, распинали. В это время его голова была смертельно ранена. Но как только Христос воскрес и как только его ученики допустили фальшь, то его рана стала исцеляться. И дивилась, но это смертельно рано исцелело. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца, три с половиной года. И отвергся он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулеть имя его и жилища его и живущих на небе. И дана было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни о Агнце, закланного от создания мира. Кто имеет ухо слышать, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто контролирует, тот сам попадет под контроль. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Убивать мечом – это завидовать и распространять заведомо худую молву о ближнем. Здесь терпение и вера святых, здесь соблюдение заповедей Божьих. «И видел я другого зверя, выходящего из земли. Тот из моря выходил, а этот из земли. Вот этот, который вышел из земли, он имел два рога, подобные Агнчим. И говорил, как дракон, он действует пред ним со всей властью первого зверя». То есть на самом деле этот первый, второй зверь вышел раньше того, который вышел из моря. «И заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения так, что Иогон низводит с неба на землю пред людьми чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольчает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя». Видите, здесь он просто подготавливал к выходу этого человека греха, и сына погибели на мировую политическую арену. А здесь вот ему дано было вложить дух в образ, то есть непосредственно указать вот этого человека, чтобы образ зверя теперь говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. «И сделай то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти». На иврите и на греческом это слово «сочти» означает «вычисли и уразумей число зверя». Ибо это число человеческое, число его 666. Так перевели. На самом деле число его 666. А теперь представьте себе, что все признаки зверя, как выходящего из земли, так и выходящего из моря, это подделка на достоинство как возлюбленного, так и его избранницы. Это подделка. Мы не раз констатировали, что как начертание или же клеймо зверя, так и образ зверя, выходящего из моря, который вместе с образом другого зверя, выходящего из земли, фальсифицирует печать Божию на челах искупленных. Они смотрят, какая у них печать, и они такую же пытаются иметь, делают такой же вид благочестия. «Будучи ангелом тьмы, падший сын Зарии, приходит для обольщения святого народа исключительно как ангел света, ведь образ дракона, образ зверя и образ лжепророка – это подделка, в которой он пытается фальсифицировать образ Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. И как бы это трагично ни было, но исходя из многих притч Христа, большинство христиан, в силу своего невежества и неверия, в котором они отвергли ведение о Боге, содержащейся в Писании, и порядок, в котором следует познавать Бога, поклоняются и водятся именно этими фальшивыми образами. Они поклоняются дракону, думая, что поклоняются небесному Отцу. Поклоняются зверю, думая, что поклоняются Христу. Поклоняются лжепророку, думая, что имеют общение со Святым Духом. Когда говорится о том, что число зверя – это число человеческое, то имеется в виду власть зверя над человеком. Потому что он взял власть над ним. Говорится, что число зверя – это число человеческое. Это говорит о том, что он имеет власть над человеком. Вот о чем здесь идет речь. Например, точно так же, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух пребывают друг в друге и в своем единении в человеке представляют для человека власть одного Бога, один Бог. Точно так же число зверя в единении трех шестерок представляет одну шестерку или власть одного мамоны над конкретным человеком. Дух, душа и тело – 6, 6, 6. Печать Божия на челах искупленных представляет власть святых человеков над деньгами или независимость от власти денег, за которыми может стоять как мамона, так и Бог. Все будет зависеть от нашего отношения к деньгам, которые могут являться как эквивалентом всякого материального изобилия, так и эквивалентом всякого духовного блага. Смотрите, 1 Тимофея 6, 10. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами подвергли себя многим скорбям. Теперь, отталкиваясь от обратного, следует, что корень всякого добра – это власть над деньгами или независимость от власти денег». Например, 3 Царств 10, 14 говорится, в золоте, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золота. Соломон демонстрировал власть над деньгами, деньги не владели им, благодаря чего он мог построить храм, в котором мог пребывать Бог. Если бы деньги владели Соломоном, золото и богатство, он никогда не смог бы построить храм. И мы видим это уже из того, когда Бог пришел к нему после того, как он принес в Гаваоне. Там находился тогда жертвенник Господень, и он тысячу жертв принес. Когда тысячную жертву приносил, Бог явился ему во сне, потому что он уходил туда на целую ночь, проводил там ночь в молитве. И Бог открылся ему там во сне и сказал, проси, что хочешь. И он сказал, мудрости, чтобы управлять народом твоим, ибо он очень велик, а я отрок малый, не знаю выхода моего и входа моего. И это Господу понравилось. Он сказал, за то, что ты не просил богатства, не просил души врагов твоих, не просил многих дней, а просил себе мудрости, за это ты будешь иметь все. Ты будешь иметь такое богатство, которого ни до тебя, ни после тебя не будет иметь ни один царь. Если бы он был под деньгами или золото им владело, он никогда бы не попросил мудрости. Он сказал, Господи, дай мне золото, дай мне много серебра, я на них сделаю хорошую армию, отстрою стрелы, то есть стены хорошие, я сделаю новые виды оружия, и мы будем неприступной крепостью Сионом. Но он сказал, дай мне мудрости. Из этого следует, что этот человек, которого Бог поставил на престол царя Давида, не был сребролюбцем. Клеймо зверя, фальсифицирующая печать Бога на челах обольщенных, еще раз повторяю, представляет власть над ними денег или же зависимость их от демонического князя Мамоны. Это то состояние, когда из-за отсутствия правильных весов, представляющих свод учения Христова, благословение богатства, призванное обслуживать интересы совершенной воли Бога. Еще раз повторяю, когда Бог дает материальное благословение, оно призвано обслуживать совершенную волю Бога. И когда оно начинает обслуживать интересы плоти, как вот у этого богача, который пиршествовал блистательно каждый день, будучи сыном Авраама, и потом попал в ад, и уже в аду продолжает считать себя сыном Авраама и говорит, отец Авраам, пошли Лазаря, который там у меня вот был, и вместе с сами Крохи, пошли, пусть хотя бы мне каплю влаги на язык, ибо я мучаюсь в пламени всем. Поэтому, когда мы видим, что богатство начинает обслуживать интересы плоти, и таким образом оно обращается в отвратительное идолопоклонство. И по причине такого отношения к деньгам святилище Бога в сердце человека трансформируется в капище зверя. И чтобы увидеть эти отличия, Святой Дух поставил апостола Иоанна на морском песке. В связи с этим мы отметили, потому что он с позиции морского песка мог увидеть все эти видения, которые он видел. Во-первых, мы отметили, что образ морского песка, на котором стоял Иоанн, это образ помышлений Божий, с позиции которых Святой Дух дал Иоанну увидеть подлинное лицо человека греха и сына погибели. Псалом 138, 17-18. «Как возвышены для меня помышления твои, Божьи, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка? Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». То есть, чтобы увидеть человека греха и сына погибели, нужно стать на обетование Божие, на помышление Божие. Во-вторых, образ морского песка это образ категории девять без числа, потому что вы не можете дать число песку, и написано девять без числа, из которых спасется только избранный Богом остаток. Римлянам 9, 27. Исайя провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилев были числом, как песок морской, только остаток спасется. В-третьих, образ морского песка, с позиции которого Иоанн увидел, и с позиции которого мы сможем понять то, что видел Иоанн, это образ обетований, который человек принял в почву доброго сердца. «Я благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, когда я умножу семя твое, как песок морской. И благословятся всеми твоем все народы земли, за то, что ты послушал гласа моего бытия, 22, 17, 18». Такое слово было к Аврааму. Я как-то говорил, богословы насчитали, что в Библии существует около трех с половиной тысяч обетований. А здесь говорится, что обетование невозможно сосчитать, как песок на берегу моря. Обетование – это то, что мы должны рождать, это плод, потому что мы обетование постигаем только через плод духа. И я всегда говорю, их невозможно пересчитать. Те, которые Бог нам открывает, те мы и берем, сколько Он нам открывает, то есть по мере веры, которую каждому Бог уделил. В-четвертых, образ морского песка – это образ девственности, выраженный в основании для получения праведности. Благодаря принятию праведности и в зависимости от степени посвящения человек мог обликаться с этой позиции либо в достоинство единственное, либо в достоинство 60 цариц, либо в достоинство числа 80 наложниц. Давайте прочтем притчу, вспомним 13, 3, 9 Матфея. «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало на добрую землю и принесло плод. Одного сто крат, а другой в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Интересно, да, вот эти категории, и как теперь определить, что это за числа? Мы отметили, что под достоинством чисел 160 и 30 имеется в виду не количество измеряемой жатвы, а степень помазующего полномочия, которая определяла категорию посвящения, связанную с духовным возрастом человека. Первая степень посвящения в категорию единственное определяется достоинством числа 100. Правда, в книге «Песни песни» мы этого не видим, но оно существует. Степень посвящения в категорию 60 цариц определяется достоинством числа 60. Степень посвящения в категории 80 наложниц определяется в данной притче достоинством числа 30. И мы объяснили, почему не 80, а 30. Да потому, что только достигнув 30 лет, человек мог начать процесс своего посвящения Богу в священнике. А для этой цели, согласно Левит 8, 33, 36 и 9, 1, 4, необходимо было освящаться 7 дней, и только уже будучи освященным, человек мог в восьмой день посвятить себя Богу в священнике. И если категория единственной, представленная в достоинстве числа 100, обуславливала достоинство пророка, то категория 60 цариц, представленная в достоинстве числа 60, обуславливает достоинство царя. Категория 80 наложниц в достоинстве числа 30, обуславливает достоинство священника. А посему в достоинстве единственной всегда присутствует достоинство шестидесяти цариц и достоинство восьмидесяти наложниц и достоинство девиц без числа, в то время как категория шестидесяти цариц, восьмидесяти наложниц и девиц без числа не всегда обладает достоинством единственной. Однако это отнюдь не означает, что в категорию единственной войдут только пророки, то есть люди, делегированные Богом, представляют Его правосудие и нести ответственность за определенное собрание святых. Категории единственной, достоинствия числа 100, которые обуславляют ранг и служение пророков, принадлежат также и те святые, которые имеют в себе свидетельство Иисусова. Откровение 19.10. «Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, смотри, не делай всего, я сослужитель Тебе и братьям Твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Свидетельство Иисусова, которое определяется духом пророчества, это доказательство нашей принадлежности Христу, потому что Христос – пророк, и если вы имеете принадлежность к Христу, у вас будет дух пророческий, дух Христа – это дух пророческий, который выражается в чистоте нашего сердца и в неповрежденности нашего ума, в достоинстве слепоты и глухоты Христовой, благодаря которой любая обольстительная ложь коварного змея заранее обречена на поражение. Когда вы слепы для того, что говорит противник, или показывает, или говорит, колеветник, он говорит, а вы глухой, вы не слышите. Он говорит, будьте мудры, как змеи. Что делает змей, когда заклинатель заклинает его? Он берет одно ухо к земле, а хвостом другое ухо затыкает, и тогда оккультно-бремененный человек, который заклинает змеев и берет их голыми руками, не может взять такую змею. Есть, ведь настоящий змей, имеется в виду физическая тварь, она не хитрая, она мудрая. Будьте мудры, как змеи. А вот падший ангел-сын Зари, который назван змеем, написано «хитрый». Есть разница между хитростью и мудростью. Поэтому, когда у нас будет глухота и слепота Христова, ты видел многое, но не замечал. Уши открыты были, но ты не слышал. Чтобы слышать голос Отца, надо будет закрыть слух для всех, что кто говорит вам. Вот как об этом пишет Павел 2 Коринфянам 11, 2, 3. «Ибо я ревнуя вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою Девою. Но боюсь, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». И это не все. В категорию, единственной которой я обличена в достоинство пророка, войдут также и те святые, которые будут принимать пророка во имя пророка. Кто примет пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей Матфея 10, 41, 42. Как видите, если сатана пытается кому-то вложить, ну, тебе до единственной не дотянуться. Тебе хотя бы хорошо, если ты будешь иметь там 60 цариц уже владеть собой, или будешь священником, будешь входить в присутствие Господа. Этого вполне достаточно. Зачем тебе туда, на Лилию и Долин? Не надо. Но здесь Писание говорит, все вы можете. Когда вы принимаете от человека, которого Бог послал, Слово, вы разделите с ним одну и ту же награду. Ведь то, что Бог мне открыл, Он открыл мне не потому, что я лучше вас, а потому, что Он полюбил нас вместе взятых, а кого-то из нас взял и выбрал для того, чтобы открывать. То есть выбрал того, который сможет не гордиться тем, что Он будет открывать, а в смирении принимать это. А для того, чтобы этого не было, Он провел меня особым путем, где я сокрушил мое сердце и смирил его, где я увидел, что я никто и я ничто, если бы не Господь. Итак, первое, что увидел апостол Иоанн, стояв в своем видении на песке морском, это выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами, на рогах которого были десять диадим, то есть свинцов, а на головах его имена богохульные. И затем Он увидел другого зверя, выходящего из земли, у которого были два рога, подобные анчим, но который говорил как дракон. Этот зверь появится на мировой политической арене раньше первого зверя, чтобы подготовить для него почву и представить его в статусе мессианской личности. Он будет имитировать вот этот зверь, выходящий из земли, пророк, Он будет имитировать пророка Илью, который по пророчеству Малахии должен будет приготовить путь для мессии Израиля. Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Малахии 4, 5, 6. И, разумеется, равенат иудейский об этом прекрасно осведомлен. Они ожидают, что прежде чем придет мессия, придет Илья. Но Христос сказал ученикам своим, если хотите, Илья уже пришел, указал на Иоанна Крестителя, который пришел в духе и силе Ильи и приготовил путь для мессии. Поэтому вот эта личность будет имитировать пророка Илью. Вот почему будет делать чудеса великие, как Илья будет низводить огонь с неба. Поэтому, во-первых, земля, из которой выходит зверь в статусе лжепророка, это в первую очередь образ человеческого сердца, потому что сердце кует злые замыслы, и из сердца исходят злые замыслы. Во-вторых, это будет конкретный человек, который выйдет из псевдорелигиозных структур с целью имитировать образ пророка Ильи, чтобы подготовить почву для явления лжемессии. Этот человек будет наделен силой дракона для того, чтобы творить сверхъестественные чудеса и знамения, и, подобно пророку Ильи, будет низводить огонь с неба. Два рога, подобные Агничим, говорят о том, что этот лжепророк при своих способностях творить чудеса и предсказывать будущее, будет создавать впечатление, что он опирается на Слово Божие и на силу Святого Духа. А то, что этот лжепророк будет говорить, как дракон, говорит о том, что он, подобно змею в Едемском саду, будет извращать и подрывать авторитет Слова Божия. Вот как говорит дракон. То есть он говорит, а правду ли сказал Бог? А правду ли, говорит ваш пастор? А вы всему верите, что говорит ваш пастор? Вот как только вы эти слова слышите, знайте, что с вами разговаривает дракон. В-третьих, этому человеку будет предшествовать целая плеяда лжепророков, которые всегда вольготно себя чувствовали и были почитаемы в разных религиозных конфессиях. К последнему времени ведущие лжепророки объединятся в экономическое религиозное сообщество, и некоторые из них посвятят и уже посвятили себя в рыцарей Мальтийского ордена и членов других тайных масонских сообществ. «Однако как зверь, выходящий из земли, так и зверь, выходящий из моря в личности конкретного человека появится на мировой политической арене только после восхищения с земли единственной. Пока она не будет взята отсюда, эти личности не появятся, не выйдет ни из моря, ни из земли». Далее он свидетельствует, зверь, которого я видел, выходящего из моря, был подобен барсу, «Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему, дракон, силу свою и престол свой и великую власть». Исходя из формы оборота речи следует, что зверь на самом деле не является барсом, он не является медведем, и он не является львом, он только имитирует их, чтобы показать среду своего обитания. написано, она у него, как у медведя, она подобная, но не барс, не медведь и не лев, потому что среда, из которой выходит и в которой пребывает единственная избранница Божия, это среда обитания этих зверей. Ведь когда Бог создавал этих зверей, то они не являлись и не отображали образ человека греха и сына погибели, а напротив, они служили человеку и отражали образ силы Божией, правосудие Божие делегировано человеку. Песня 4.8. Смотрите, где возлюбленный обитается своей возлюбленной. От гор барсовых, от логовищ львиных. А вот посмотрите, как Господь себя показывает, в каком образе, когда народ израильский согрешает. Осии 13.6.9. Он говорит о них. «Имея пажить, они были сыты, а когда насыщались, то превозносило сердце их, и потому они забывали меня, и я буду для них, как лев, как скимин, то есть самец, лев, буду подстерегать при дороге, буду нападать на них, как клешо на детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица, полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». А помните, когда Авесолом восстал против Давида, что сказал Хусей Авесолому, когда тот сказал, что мы сейчас должны быстренько пойти и взять по совету Ахитофела, то Хусей, друг Давида, сказал, «Вы знаете, что отец ваш очень мужествен, воин от юности своей, крепкий, и он сейчас как разъяренная медведица, которую лишили детей. Вы берегитесь, нужно собрать весь Израиль, и только тогда мы можем пойти и одолеть его». И этим самым Хусей разрушил лучший совет Ахитофела. То есть вы увидите, когда пророк прошел и начал провозглашать Елисей, там вышли дети и стали говорить, «Эй, ты, пляшивы, пляшивы!» Он повернулся, проклял их, и вышли медведицы, и растерзали этих детей. То есть я хочу, чтобы мы поняли, что звери на самом деле представляют могущество Божие и могущество и силу, потому что когда Бог их создавал, он не создавал их как образ дракона. Дракон берет образ этот. Написано, смел праведник, как лев. Дьявол тоже ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но когда праведник смел, как лев, то этот лев перестает быть львом, потому что он не лев, он хочет быть им. Но если праведник смел, как лев, он только берет эту печать. Первое. Море, из которого выйдет зверь, это образ человеческих вожделений. Мы говорим теперь вот об этом звере, который уходит из моря. Во-первых, это образ человеческих вожделений, волнующийся океан. Вожделение, желание человека, выдаваемое за желание Бога, который зверь, выходящий из земли, возведет закон и статус. «Чтобы удовлетворить желание плоти в обладании богатствами тленными, выдаваемыми за волю Божию, эмиссары зверя под предводительством мамоны, будут преподносить детям Божиим возможности образного мышления и исповедания желаемого, как принцип веры, как свободу во Христе». Вот как Йонг Гичо учил, как он забеременел впервые, стул, стул и велосипед. Поначалу я думал, какое великое откровение о вере Божией, образное мышление. Имейте стул, стул, велосипед. Ну зачем стул, стул и велосипед? Можно сразу 2 миллиона или 10 миллионов, а лучше миллиард, насколько хватит. Имея это воображение, и все у тебя будет. Именно вот так учил Йонг Гичо. Сегодня это рыцарь Мальтийского ордена и один из директоров экономического движения. Он провозгласил, что сегодня он посвящает свою жизнь объединить философию буддизма с философией христианства, что якобы они идут одним путем к Богу, и что он никогда не оставлял буддизм и всегда оставался буддистом, будучи христианином. То есть, тем не менее, не буду говорить другие имена, но мы видим, что он имеет громадные, большие церкви, на него равняются очень многие люди, слушают, читают его о вере, как будто он понимает что-то о вере. Он о вере вообще ничего не соображает, потому что он образное мышление в веру возводит. Вера – это откровение Бога, приходящее в сердце. А вы слушайтесь этого откровения, повинуйтесь ему, или же вот Слово Божие говорит, а вы его исполняете, соработа вашей веры с верой Божией. А у него вера – это образное мышление. То, что вы хотите, вы просто начинаете держать в голове, думать об этом, и оно трансформируется, оно явит себя в физическом мире. Вот так он передает. А это на самом деле совершенно другая, вот, это называется сентология, учение, то есть это совершенно демоническое учение, которое выдано, то есть, вот в христианском, под христианским видом, или завернуто в христианский фантик. Во-вторых, образ зверя, выходящего из моря, это будет конкретный человек, возглавивший Европейский парламент. Он будет выдавать себя за долгожданного мессию Израиля, опираясь на предсказания и чувства лжепророка, который объявит его Богом и потребует, чтобы ему поклонялись, как Богу. По предведению патриарха и пророка Якова, то есть Яков был пророком, патриарх, зверь в лице человека греха и сына погибели произойдет из колена Данова. Бытие 49, 16, 18. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим в ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою, надеюсь, Господи. Яков воскрикнул, на помощь, надеюсь, Господи, чтобы всадник не был поражен, но он только коня, он жалит плоть, потому что конь – это образ тела, в то время как всадник, управляющий этим конем, на пути к Богу – это образ сокровенного человека. Помощь Господа для победы над змеем, для всадника на коне, который просил Яков, явится обетование Бога, данное жене в лице единственной и семьи этой жены. Бытие 3, 14, 15. И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это проклят, ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между женою, между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Семя жены в лице единственной – это исповедание веры и ее сердце в искупление Христова». Разумеется, что семя – это Христос, а жена – это та, которая произвела это семя. Женой называется любой человек, мужчина или женщина, который принимает в свое сердце или оплодотворяется семенем услышанного слова. Поэтому в буквальном смысле семя жены в лице избранницы, возлюбленного – это исповедание веры сердца в искупление Христова, что я получил оправдание даром по благодати искуплению во Христе Иисусе. И таким образом, он, если и жалит меня, то только вплоть, что мое тело может умереть, но он уже не может моего духа достать. Мой дух остается жив, и через свой дух, благодаря моему духу живому, Бог воскресит и даст мне потом новое тело, если я умру в Господе. В-третьих, этому человеку также будет предшествовать целая плеяда лжи Христов, которые в разное время, в разных христианских конфессиях отвергнут порядок Бога, выраженный в структуре теократии, и ведут в церковь порядок демократической структуры, в которой каждый человек, последовавший за подобным лжи Христом, может опираться на силу своего интеллекта и иметь право голоса на выбор дьякона, пастора или еще кого-либо. В-четвертых, море, из которого выйдет зверь в лице человека греха и сына погибели, это подлог на стеклянное море, смешанное с огнем, которое находится пред престолом Бога и Агнца. На подлинно стеклянном море, смешанном с огнем, будут находиться победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его. Эти победители призваны открыть суды Бога Вседержителя на тех людей в царстве зверя, которые приняли начертание зверя на руку свою и на чело свое, то есть которые имели вид благочестия, силы же его отвекшиеся. И я видел, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея Роба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведный и истинный пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и кто не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, ибо все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Фраза «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, могла бы звучать, и я был ознакомлен с приказом высшего командования небес, выраженного в ярости Бога Вседержителя на царство зверя и на принявших начертание имени его». Образ стеклянного моря, смешанного с огнем, это образ судов Божиих, пребывающих в сердце единственной, готовыми излиться на зверя и поклоняющихся зверю. «Семь голов зверя» это подлог, в котором он будет имитировать семь рогов и семь очей Агнца Песах, которые суть семь духов Божиих, посланные во всю землю, или семь граммов Божиих, функции исповедания веры сердца единственной. «Семь граммов» это функция исповедания веры сердца. Откровение 5, 6. «И я взглянул, вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю». Число 7 это образ божественной полноты и совершенства, обуславливающий брачный союз и единение единственной с возлюбленным, или же это образ тела Христова. «Семь рогов закланного Агнца» это образ силы, содержащейся в смерти Господа Иисуса, которой Он через веру сердца своей избранницы лишил силы, имеющего державу смерти». Евреям 2.14.16 «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова». Семь очей закланного Агнца это образ всеведения возлюбленного, которым Он через способность взирать своей избраннице или через способность своей избраннице смотреть на невидимое сделал несуществующее, как существующее. Через полномочия семи рогов и семьячей, которыми будет обладать единственное, призвано совершиться тайна Божия. Во-первых, в том, что царство мира всего станет царством Господа, которое продлится тысячу лет. И во-вторых, что время будет поглощено вечностью, и земля, и все дела на ней сгорят, и все, что было связано с временем, трансформируется в новое небо и в новую землю. Откровение 10, 1, 7. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком, над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. В данном иносказании возлюбленный представлен в образе сильного ангела, и все знаки полномочий, в образе которых он представлен, присутствуют также в достоинстве его избранницы, в полномочиях семи громов, через которые он будет открывать свой суд. То, что возлюбленный в образе сильного ангела сходит с неба, говорит о том, что он сходит, чтобы восхитить ее от земли в пределы неприступного света, в которых пребывает его Небесный Отец в торжествующей славе небес. Правая нога возлюбленного, стоящая на море, утверждает, в сердце его избранницы власть над морем и среды, которого должен будет выйти зверь. А левая нога, поставленная на землю, утверждает в сердце его избранницы власть над землей, из среды которой выйдет лжепророк, представляющий доказательства мессианства зверя. Власть единственной будет состоять в том, что доколе она не будет восхищена в пределы третьего неба, ни зверь, исходящий из земли, призванный приготовить явление зверя, выходящего из моря, ни звери, исходящие из моря, не смогут прийти к власти над территорией бывшей Римской империи. «Ибо тайна беззакония уже в действии», пишет апостол Павел II в Фессалонкиице 2, 7-12. «Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уз своих и истребит явлением пришествия своего, когда будет возвращаться со своей избранницей на тысячелетнее царство. Того, которое пришествие по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Из-за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что не будут верить лжи. Да будут суждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Разумеется, что прежде чем появиться на мировой политической арене в псевдообразе долгожданного мессии Израиля, человек греха и сын погибели сядет, как Бог, в храме сердца тех людей, которые не приняли любви и истины для своего спасения в учении Иисуса Христа, пришедшем во плоти. И мы с вами уже сегодня являемся свидетелями, что как отдельные люди, так и целое религиозное соединение проповедуют совершенно иного Христа и поклоняются совершенно иному Христу, образ и характер которого совершенно не соответствуют образу и характеру, представленному в законе, пророках и псалмах, а также в посланиях апостолов. Десять рогов зверя – это подлог на истину освящения, который содержится в силе крови Креста Христовой и противопоставляется силе закона Моисеева. И таким подлогом является охвативший и поработившим множество людей энкаунтер. А по всему образ десяти рогов зверя, представляющих его силу, на которую он, надеется, уповает, это закон Моисеев, который был дан только до пришествия семени. «Жало же смерти греха – сила греха закон» 1 Коринфянам 15,56. Для чего же дан закон Галатам 3,19-25? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Ибо если был бы дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа, а до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Итак, в зависимости от нашего отношения к закону Моисеева и от нашего отношения к человеку, который поставил над нами Бог, закон Моисеев будет для нас либо другом и детоводителем ко Христу, либо возмездием за наши грехи. Учитывая, что наше время истекло, мы склоним наши колена и будем молиться. И все желающие бросить вызов человеку греха и сына погибели во лжи, которые он пытается внушить детям Божиим в материальном процветании, как благословении Божиим, чтобы вера Божия обслуживала материальное процветание, мы можем сегодня покаяться, мы можем сегодня понять, что время пришло к концу и что недалек тот час и тот день, когда Сын Божий внезапно для Него также внезапно услышит голос Небесного Отца, «Сын мой, разрешаю тебе мертвых воскрешать и живых восхищать». Он немедленно передаст это каждому из тех, кто является Его избранницей, единственной. поэтому все желающие быть единственными могут быть, если они готовы платить ту цену и принимать то слово, которое слышат. Слоним колено, будем молиться, мы ждем вас здесь, чтобы бросить вызов всякой зависимости, всяким страхом и всякому греху. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он не против вас, Он за вас. Он страстно желает и хочет, чтобы то слово, которое мы сегодня слышали, стало нашим, чтобы пошло в наше сердце и оплодотворило его, потому что Он готовит к восхищению тех, которые просто примут верою и будут смотреть на Его совершенство, а не на свои слабости. Когда мы будем смотреть на Его совершенство, а не на свои слабости, то только Бог знает, что Он может сделать. Поэтому будем продолжать верить, что Богу все возможно. Молитесь вместе со мной. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони воздетые к небесам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с сердечной раной, моим позором, моим грехом, моим поражением. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, обрати мое поражение в победу, потому что я принимаю Твое Слово в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом Адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч и десную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое и исполнятся на Тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.